Оказывается, в Бреландии туговато с Норзикокинг. Откуда я это знаю? Мне рассказала об этом Елена Шалковская, которая после переезда из Латвии была рада услышать своего соотечественника Михаила Кляцкина в одном из ранних выпусков. Привет, фрилокер! С тобой Александр Мех, ведущий подкаста о ходьбе с палками. Сегодня мы в компании с уже знакомым себе гостем по 48 выпуску Михаилом Кляцкиным. В свои 74 года он продолжает участвовать в соревнованиях, которые в этот раз проходили в необычном формате. Ограничения в связи с пандемией подтолкнули всех к нестандартным решениям. Оказывается, можно соревноваться наедине с собой, вести своеобразный бой с собой и в присутствии лишь одного фотографа заходить на пьедестал. Каково это? Что чувствует участник подобных соревнований и какие положительные моменты ждут участников, которые не могут раствориться в толпе, а соблюдая дистанцию, продолжают соревноваться и побеждать? Приветствую, Михаил! Приветствую, Александр! Я рад нашей повторной встрече. В 48 выпуске мы встречались, чтобы поговорить о северной ходьбе, поделиться опытом рижского ходока и вашим возрастным переживанием того, как вырастала, с чего вырастала скандинавская ходьба в Латвии и до чего она доросла в настоящий момент. Сегодня мы с вами затронем тему марафона, рижского марафона, который буквально на днях закончился и проходил в новом формате в связи с пандемией и необходимостью дистанцироваться. Я так понимаю, вы являетесь регулярным участником соревнований и вас, как мужчину, до сих пор будоражит адреналин, желание пережить эмоции соревновательные и вы по-прежнему продолжаете участвовать. Правильно я понимаю? Правильно, да. Значит, рижский марафон – это одно из крупнейших соревнований мирового уровня, которые происходят в Латвии, в городе Риге, в столице, куда съезжаются участники со всех концов света. Иногда количество участников достигает 40 тысяч человек. Ну, естественно, в разных дистанциях. 42 километра, 21 километр. Ну, я округляю, потому что марафонские дистанции несколько иначе. 10 километров. Естественно, первые места в марафонских дистанциях занимают нигерийцы. Вот, они приезжают там деньги зарабатывать. Участие в марафоне – это достаточно дорогое удовольствие. В прошлом году рижский марафон был отменен из-за пандемии. В этом году рижский марафон назначен на 28-29 августа. Но с учетом того, что никто не знает, что будет через полгода, сделали такой как бы предмарафон. Ну, и, скорее всего, в нем принимали участие только латвийцы. Хотя, конечно, могли все, но с учетом ограничения передвижения по миру, наверное, поэтому были только латвийцы. Нигерийцы в этот раз не доехали. Человек приезжает в страну 10 дней карантин. То есть, он должен приехать за 10 дней до начала. Причем, понимаете, это не тот титульный марафон, который носит мировой уровень, а это как бы предмарафон в новом формате. Рижский марафон, он предназначен в первую очередь для бегунов. Но те, кто хочет идти с палками, никто, как говорится, вывести из зала не может. То есть, кто как хочет. Человек заплатил долевое участие и как хочет, так и идет. В отличие от всех привычных соревнований, когда имеется, скажем, пистолетный выстрел и какая-то группа участников стартует, в этот раз было иначе. Значит, был определен круг в 5 километров, и участники могли выбрать себе дистанцию кратную пяти километров. Значит, один участник пробежал 100 километров, то есть 20 кругов. То есть, считались круги. Каждый... Начало соревнования было 8 мая, конец 16 мая. Начало с 7 утра до 9 вечера. И каждый приходил тогда, когда ему было удобно. Естественно, заплатив за участие и получив по почте стартовый номер, на котором был закреплен чип, то регистрация старта была именно при прохождении, пересечении этого чипа в точке отсчета. И потом через каждую километр стояли такие постаменты, на которых была установлена электронная аппаратура, которая считывала прохождение всех контрольных точек. Соревнования проходили 8 дней, и каждый шел тогда, когда ему удобно. Связано это было с тем, чтобы не скапливать большое количество людей. Лично я приехал в половине 9 утра, ну и где-то там 100 метров передо мной, 100 метров за мной. То есть санитарное требование 2 метра было выполнено, чтобы люди не приближались друг к другу ближе, чем на 2 метра. Я считаю, что это было великолепное решение. Я предполагаю, что это было затратное решение, то есть довольно-таки дорогое. Но вряд ли намного дороже, чем все современные соревнования, потому что сегодня уже никто не считает по секундомеру на соревнованиях высокого уровня. Время считает электроника. Трассу определяет сертифицированный пластический, это мерник, но тот, кто меряет трассу. Каждому участнику было обеспечено бесплатное фотографирование на фоне новой эстрады, которая построена для праздника песни и танца. Что, на ваш взгляд, утратил этот формат из антуража? Ну, я понимаю, что не было большого скопления людей. Что утратил? Ну, например, скажем, когда идут соревнования, я думаю, что и у бегунов, и в скандинавской ходьбе, принцип психологический один и тот же. Где-то там, скажем, 20 метров впереди кто-то идет или бежит, и психологически хочется его догнать, обойти. Когда догнал и обошел, значит, появляется следующая точка отсчета, на кого ориентируется кого-то. Здесь, конечно, такого не было. То есть, в принципе, когда есть какой-то реальный противник, а не сам с собой борешься, то, конечно, результат всегда выше. Потому что, ну, вот, скажем, вот до человека, скажем, до человека осталось там 3 метра. И вот уже из последних сил стараешься его обогнать. Обогнал. Уже держишь тот темп, да, чтобы он тебя не обогнал. И в этот момент появляется следующий противник, которого обгоняешь. Хочешь, вернее, обогнать. И даже если обогнать не получается, то вот это стремление, как бы, ну, победить соперника, улучшает собственный результат. Здесь, конечно, такого не было, да. Но в то же самое время самый быстрый результат в беге, подчеркиваю, значит, в итоговой таблице нельзя определить, кто шел с палками, кто бежал. 5 километров, значит, тот, кто первый пришел, он пробежал за 14 минут 28 секунд. Я прошел один круг, 51, 51 минута. Ну, правда, мне 74 года, а тот в группе где-то 20-25, да, то есть опять почти 50 лет разница. 822 человека освоили дистанцию 5 километров, 171-10. И 70 человек бежали больше, чем 2 круга. Я еще раз повторяю. Один пробежал 20 кругов, это 100 километров за 10 часов 1 минута. Один пробежал 10 кругов, это 50 километров за 3 часа 19 минут. Остальные бежали от 3 до 9 кругов. Ну, время было самое разное. Но, в принципе, конечно, формат довольно-таки необычный и в то же силу этого интересный. Какие вы нашли для себя интересы? Вы неоднократно участвуете в соревнованиях и можете анализировать и свои возрастные изменения, свою скорость. Когда мы двигаемся за спортсменом, который находится впереди нас, это тоже может быть обманчиво. Может быть, это не самый сильный спортсмен, на который мы можем ориентироваться. Даже если это не самый сильный... Не в том смысле, что не самый сильный. А может быть, он в этом сезоне... Вот мы с ним постоянно соревнуемся, но... Ну, понятно. Даже если он, не бог весь какой, бегун или ходок... В этом сезоне, в этом сцене. Но обошел его, он уже за спиной. И появился следующий. То есть есть как бы психологическая динамика. То есть смена противника. Здесь этой смены противника не было. Это с одной стороны. С другой стороны, для организаторов, для организаторов, это все-таки более дешевый вариант. Потому что я видел трех человек, когда проходил дистанцию. Это был фотограф, который находился там с 7 утра до 9 вечера, фотографировал. Это было обеспечено каждому участнику. Фотография на память. Да, фотографии классные получились. И двух, по-моему, это были не работники организационного комитета, а два охранника, которые... Ну, там было объявлено, что на территории эстрады можно пройти только при наличии стартового номера. Вот они стояли на входе. Их функция, я воспринял, просто сортировать. Потому что эстрада новая, она еще не закончена. Строительные работы там ведутся. Чтобы, не дай бог, не было несчастного случая. Может быть, даже это два охранника были именно с администрацией эстрады. Да, наверное, все-таки была какая-то команда, которая поддерживала работоспособность этой электронной системы. Потому что любая... Человек спотыкается. Любая электроника тоже может дать сбой, и надо срочно ее наладить. Наверное, где-то сидел еще один-два человека для поддержания этой системы в рабочем состоянии. Но, в принципе, довольно-таки интересный формат. А ущемляло ли вас, или ущемляет ли то, что в протоколе результатов нет категории скинавская ходьба? Когда, допустим, соревнуешься дистанционно и используешь приложение Страва, то там тоже есть только категория бег. То есть там нет скинавской ходьбы. Понятно, что в скинавской ходьбе много вариативности, и сложно следить технику, и подбегает или не подбегает человек. Что в этом отношении предпринималось? Или здесь все зависит от внутренней честности, правдивости на дистанции? Значит, я думаю, что рижский марафон, имеется оргкомитет, который занимается именно марафоном, занимается бегом. У нас же есть соревнования, которые проходят и чисто по скандинавской ходьбе. Да, даже на дистанции 5 километров, я, идя по дистанции в технике скандинавской ходьбы, по времени обошел бегунов. Да, вот в той таблице, которую я вам прислал, видно. Я не хочу сказать, что их было очень много, но они были где-то человек 20, даже 30, которых я эту дистанцию прошел быстрее, чем они бежали. То, что люди, скажем, в слабой физической подготовке принимают участие в таких мероприятиях, это тоже большой позитив. Да, потому что вот в прошлом подкасте, в 1948-м, когда мы с вами общались, я говорил, что стало престижно вести здоровый образ жизни. В здоровый образ жизни в первую очередь входит активное движение. И люди понимают, что нужно сердечную мышцу тренировать, вообще полностью мышечную систему организма тренировать, чтобы все работало как надо. Ну, значит, может быть, в дальнейшем эти люди будут тренироваться, и у них будет лучший результат. В то же самое время, вот если взять в динамике, то я могу сказать, скажем, то вы с каждым днем становитесь старше, а я с каждым днем старею. Повторяю, мне 74. И те результаты, которые я выдавал, допустим, 6 лет тому назад, сегодня они для меня недостижимы. Наверное, это естественный процесс. Все, рано или поздно, ну, многие просто не доживают до этого возраста. Кстати, в порядке анекдота могу рассказать, что вот на этих соревнованиях в своей возрастной группе я занял первое место, потому что был единственный, кто был старше 70 лет. Поздравляю вас. Спасибо. И с отсутствием соперников, и с наличием первого места. Молодцы. Хотя, вот если посмотреть таблицу, то участников в интервале возрастной от 60 до 69 было достаточно много. Очень много было в год 50-59. То есть это все-таки, как говорится, не стареют душой ветераны. Потому что вряд ли человек в 50 лет побежит, допустим, 10 километров без предварительной какой-то подготовки. Хорошо. Если брать психологический аспект, то нам всегда подсказывают, не обращая внимание на количество лайков, на количество подписчиков. То есть не сравнивая себя с другими, сравнивая себя с тем прежним, которым ты был вчера или год назад. Вот. И с этой точки зрения такое вот участие в соревнованиях, которое не исключает присутствие других ходоков, позволяет сконцентрироваться только на себе. Вот. Что вы ощущали во время прохождения дистанции? Она шла, ну, как-то легче, просторнее? Какие у вас мысли посещали во время прохождения дистанции? В порядке шутки я могу сказать, что раньше я был молодой и красивый, сейчас я только красивый. А если серьезно, с началом пандемии, значит, у нас, скажем, занятия в спортзале все запрещены. Занятия на улице не больше 10 человек, 11 тренер. У меня все-таки достаточно большой опыт. И если я приду на тренировку в группе, то кому-то может не хватить места. Да? То есть, вот, 10 человек, все. А человек, допустим, пришел первый раз посмотреть, что это такое. Поэтому я очень много ходил последние полтора года один. Один или вдвоем, или, там, скажем, у нас была маленькая компания, 4 человека. То есть, как говорится, борьба с тенью собственной, да, она уже была наработана. Но должен сказать, что все-таки результат в этот раз был много лучше, чем то, что я получал на обычных тренировках. Да? То есть, у меня в телефоне загружена программа, браслет имеется, который считает пульс, дистанцию, таймер имеется. Я прошел лучше. Обычно вот такую дистанцию, ну, может, потому что отвлекаюсь на разговоры, какие-то там подсказки тем, кто вместе со мной идет. Все это занимает время, это как бы тормозит. Я прошел лучше. Ну, конечно, отсутствие реальных противников, это все-таки сказывалось, да. Я думаю, что вот если где-то на 47-48 минут, если были бы реальные противники, я бы вышел. А так получилось 51. А как насчет чувства, ну, положительного чувства такого прихвастнуть? Вот мы в последнем выпуске с Юрием Михайловичем, ему сейчас 84, обсуждали тему и, в общем-то, поднимали также вот момент такого вот бравады, который присутствует мужчине, да и женщине для того, чтобы, ну, мужчина где-то хочет показать результат, свою активность. Вот у женщины тоже присутствуют такие желания. Не пропадает ли этот вот важный фактор, мотивирующий к тому, чтобы выйти на дистанцию, к тому, чтобы выйти в парк на тренировку? Вот что сейчас в отсутствии такого вот социального аспекта, оценки окружающих или поддержки, или комплиментов, что ты молодец, ты в таком возрасте занимаешься? Что является движущей силой для вас сейчас? Ну, во-первых, я уже прихвастнул, сказав, что получил, занял первое место в группе мужчин старше 70, да. Но, правда, я при этом, честно добавил, что я был единственным, да. А мотивация, да, конечно, мнение и взгляды окружающих, они тоже мотивируют. Потому что вот если взять, значит, ту тысячу человек приблизительно, они больше, чем тысячи. Где-то 1100 человек, которые участвовали в этих соревнованиях, я был самый старший, да. Вот. Когда на занятиях, я тоже самый старший, да, уважительные взгляды окружающих тоже мотивируют, да. Но главное, в принципе, я понял, что вопрос здоровья – это вопрос номер один. И вот так вот я могу его поддержать. То есть вы определенным образом ставите для себя такой вызов, принимаете его, достигаете, и это также привносит бодрость, свежесть, новые эмоции в вашей жизни? Естественно, понимаете. Когда я, скажем, я прохожу по кладбищу, то там половина моложе меня. Масса людей лежат, не встают. Кому-то пройти 300 метров, он задыхается. А я все-таки записался на 29 августа на 10 километров, да. И я уверен, что я эту дистанцию освоил. Я не могу сейчас гарантировать, с каким результатом. Ну, наверное, где-то час 40, час 45, час 38. Вряд ли уже быстрее, хотя раньше рекордные были час 20, а такие стандартные час 25, час 26. Но это было где-то, опять же, я повторяю, 6-7 лет тому назад. Михаил, ну, вы достаточно хорошо следите за собой, ставите амбициозные цели. Находите ли вы информацию, которая вам с учетом возраста помогает скорректировать свое питание, тренировочную нагрузку? Или в этом есть определенный дефицит? Для молодых людей, для молодых бегунов, спортсменов много информации, много гаджетов, приложений. Вам же нужно учитывать еще возрастные изменения, чтобы поддерживать свою активность. Возрастное изменение одно – без фанатизма. В радость, но без фанатизма. Потому что вот то ощущение, которое проходит после тренировки, после соревнований, вот эта легкость дыхания. Понимаете, ведь у меня же, к сожалению, хронический бронхит и все, что связано с этим. А вот когда прокачал хорошо, дышится, ну, воздух такой, скажем, опять же, в Межопарке, как молоко его пить хочется. Да, естественно, я… Ну, вот у меня, например, есть книжка Володиной «Скандинавская ходьба». Ну, вы знаете, о чем я говорю, да? У нас есть методические разработки свои в Латвии, но они на латышском языке, поэтому, естественно, что-то, какие-то приемы новые тоже осваиваются. То есть сказать, что все, я уже все знаю, да, я знаю, скажем, больше, чем многие другие, но, на мой взгляд, нет предела совершенству, да, и есть над чем работать. Над работой стопы, над работой коленей, то есть полусогнутая нога или прямая нога, скажем, я сейчас не могу медленно ходить, у меня начинают болеть тазобедренные суставы. Как я иду быстро, все проходит. То же самое с поясницей, да. Ну, это, наверное, уже возрастные изменения, куда от этого не денешься. В сети можно найти достаточно много блогеров 50+, то есть как можно физически меняться даже в возрасте 50+. Можно ли найти подобные примеры 70+, 80+, скажем так, зажигалок, примеров, с которых хочется брать пример или даже принимать какой-то их опыт, который они учитывают с учетом возрастных перемен? К сожалению, я, скажем, вот кроме ваших фильмов, которые вы в YouTube разместили, мало что смотрел, да. Я надеюсь, что вы мне потом пришлете ссылки на, скажем, ваших коллег-блогеров, которые публикуют, допустим, на YouTube фильмы, ролики на тему скандинавской ходьбы. Есть и у нас люди более преклонного возраста, с которых можно брать пример. У нас имеется, я, правда, не знаю, как его, ни имени, ни фамилии, да, но он где-то на два года старше меня. Вот идет такой, медленно-медленно идет, а потом оказывается первый. Медленно идет, а никто его догнать не может. То есть со стороны выглядит как бы медленно, да. Я помню, когда он, когда я еще работал, был начальником цеха, тоже у нас один слесарь, вот сидит все время что-то там рисует. Прошла неделя, он наворочил такое, другому два месяца делал работать, понимаете. То есть человек больше работает головой. Мне кажется, что в современном мире, ну и в тенденциях развития северной ходьбы, стремление омолодить скандинавскую ходьбу с помощью соревнований, оно в том числе вызвано тем, чтобы молодые спортсмены служили примером для более возрастных категорий граждан. Вот, чтобы та же красивая ходьба, амплитудные движения являлись тем примером, которым стремиться. Является ли для вас персонально, вот примеры более молодых спортсменов, таким вот вдохновляющим элементом? Ну, понимаете, вот в прошлом 48-м выпуске я как раз рассказывал о том, что на одном фестивале скандинавской ходьбы в городе Венспилс, значит, на дистанции 10 километров, первое место занял молодой человек, который был на 50 лет моложе меня. Но приз за лучшую технику получил я. Значит, я думаю, что все-таки в скандинавской ходьбе главное – это все-таки техника, да, потому что, по моему убеждению, может быть, я не прав, но когда скорость больше, чем 7 километров в час, ну, приблизительно 7, то вопрос техники уходит совершенно на задний план. А, на мой взгляд, техника – это основное, потому что благодаря технике, правильной технике, во время скандинавской ходьбы задействованы где-то 90% мышц. И наша задача – именно задействовать их. Значит, одна моя ученица, она мне рассказала, что вот она была у массажиста, и массажист ей сделал комплимент, что у нее очень хорошо развиты мышцы спины. Но мы с ней как раз занимались все время техникой. Вот это результат. В прошлый раз я тоже рассказывал о своих проблемах со спиной, когда у меня был сломан позвонок, когда у меня с юности проблемы со спиной, и в результате, скажем, сейчас, когда выработан мышечный корсет, который держит спину, держит позвоночник, и благодаря этому, скажем, когда сломал позвонок, через три месяца я уже корсет снял и на всю катушку выступал. Я думаю, что не молодые привлекают пожилых, а наоборот, люди среднего возраста привлекают молодых, потому что, как ни крути, люди из поколения в поколение умнеют. Значит, если, скажем, сравнить Ломоносова и нашего десятиклассника, то объем знаний современного десятиклассника много выше, чем объем знания Ломоносова, хотя Ломоносов знает все, этого десятиклассника никто. То же самое и здесь. Молодые люди, которые вступили в жизнь после окончания школы, и видят, что насколько дорого стало лечение, насколько дорого медицина. И есть альтернатива – здоровый образ жизни. Причем, значит, скандинавская ходьба – это не только рекорды. Даже если просто освоил дистанцию 21 километр, это тоже победа над самим собой. И в то же самое время большой позитив для здоровья. И мне кажется, что, скажем, 20-25 лет они больше ориентируются уже тем, кому 35-45 в плане позитивного результата от занятий скандинавской ходьбой. То есть, когда люди не стремятся за какими-то сумасшедшими результатами, а что просто у них была здоровая спина. Потому что спина – она основа всего в организме. И даже когда у нас позвоночник разгружен, это уже большое значение имеет. И все это постепенно понимают. По-моему, как-то в этом направлении идёт. Я поделюсь ещё своими мыслями, которые меня посетили после разговора с предыдущим нашим гостем Юрием Михайловичем. Относительно… Я для себя подметил момент, что самого человека мало вдохновляет ЗОЖ, мало вдохновляет обещание здоровой спины. Ну да, мы хотим, но всё, в принципе, это сводится к каким-то другим скрытым факторам, которые не стоит снимать с внимания. Это то, когда мы желаем себя показать в лучшем свете. И мы, по сути, никому не собираемся демонстрировать свою спину. Качество мышц на нашей спине может оценить только массажист. Но есть другие факторы, которые помогают нам быть социально активными и брать на себя вот эти вот челленджи, заниматься своим питанием, своим телом, для того, чтобы продемонстрировать другую свою социальную составляющую по сравнению с другими соплеменниками. Как вы рассуждаете в этом отношении? Я с вами полностью согласен. То есть социальный фактор, социальная оценка окружающих, она, конечно, имеет очень большое значение, мотивирующее значение. Но я так думаю, что в 22-23 года молодые люди все-таки склонны больше к бегу, чем к скандинавской ходьбе. А вот когда где-то к 30 приближается, и люди, или которые не состоялись как спортсмены, или которые почувствовали, что наконец-то надо заняться собой, тогда и возникает тяга вот к таким видам спорта, которые не являются силовыми. И в то же самое время хороший результат на соревнованиях, конечно, он в глазах окружающих выглядит уважительно, вот то, что вы говорите, распустить хвост. Конечно, это привлекательно. И чем больше такие соревнования, то есть чем, скажем, многочисленнее конкретное соревнование, больше участников, тем больше как бы уважительное участие со стороны окружающих по отношению к победителю. Причем, значит, если соревнования очень крупные, тогда уже идет разговор, может быть, не о первой тройке, а первой десятке, да, вот, скажем, было четыре человека, человек попал в первую десятку. Это тоже хороший показатель, потому что очень часто результаты идут вплотную друг к другу, да, и там, скажем, полтора часа, потом полтора часа, тридцать с половиной минут, то есть полминуты, или там двадцать секунд позже, это все, конечно, в глазах окружающих вызывает уважение, является мотивирующим фактором, развивает волю к победе, ну, в разных ситуациях. Например, скажем, когда я шел двадцать один километр, я ставил себе задачу просто пройти, да, то есть я ее шел первый раз и сразу же на марафоне. Мне было тогда шестьдесят семь лет, я просто ставил задачу пройти, и я ее прошел. О результате я не думал. Ну, результат был сравнительно неплохой, за три часа я прошел. Три часа и восемь минут, точнее. Хорошо. Спасибо большое, Михаил. Я рад, что у нас еще появляются темы, для того, чтобы вернуться к гостям, которые раньше побывали на подкасте, поделиться своим опытом. И надеюсь, что с новыми амбициозными целями мы еще с вами, может быть, вживую посвящаемся, а может, еще раз услышимся на подкасте. Спасибо за участие. Всего доброго. Спасибо. До свидания. Фриокер, большое спасибо тебе за отзывы. Зачитаю тебе отзыв от Вероники Дунаевой, который был оставлен в комментариях к 61-му выпуску подкаста с Ириной Голоднюк. Спасибо за возможность услышать одного из самых ярких инструкторов с киноскольбой, Ирину Голоднюк. Подкасты дают мне более широкий спектр информации об интересных фигурах, которые обратили на себя внимание через соцсети. Эта беседа была интересна прежде всего инструкторам, так как отображает один из наиболее успешных путей в этой профессии. Благодарю команду создателей и, конечно же, Ирину. Отдельное спасибо за искренность, открытость, пример очень женственного, легкого и жизнерадостного подхода к своему делу. Как видишь, все достаточно просто. Заходи в Apple Podcast или CastBox, оставляй свой отзыв, знакомься с постоянными слушателями подкаста. Активную ссылку ты найдешь в описании к каждому выпуску. Дерзай, смелее, у тебя все получится. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!